Вечер наш Вот так начиналась телепередача игры КВН в далеких 60-х годах 20-го столетия. 8 ноября 1961 года КВН впервые вышел в эфир в качестве юмористической игры. Она стала основополагающей в клубе «Веселых и находчивых». На сцене дуэт ведущих Светлана Жильцова и молодой перспективный студент Московского института инженера железнодорожного транспорта Александра Маслякова. Команда завода «Знамя труда» справа от нас. Ну а сейчас приступаем к разминке. Девиз сегодняшней встречи «Будем знакомы». Как происходит знакомство? Ну обычно при помощи ответов и вопросов. Мы решили не нарушать эту традицию и начать сегодняшнюю разминку с ответов и вопросов. И при помощи этих ответов и вопросов команды смогут познакомиться друг с другом. В начале эти передачи были похожи на телевикторины. Это были соревнования оскорения стряков о эрудитах. А дальше на протяжении нескольких лет с передачи стали происходить удивительные метаморфозы. В ней все меньше стало оставаться от викторины и постепенно стали появляться всем знакомые конкурсы. Приветствия, разминка, домашние задания, конкурс капитанов. Игры становились все более зрелищными, сценическими, театральными. Так что же такое КВН? Мы начинаем КВН. Для чего? Для чего? Чтоб не осталось в стороне Никого, никого. Пусть не решить нам все проблем, Не решить всех проблем, Но станет радостнее все, Веселее станет всем. Всякая великая идея в основе своей Простая и естественная. КВН не исключение. Если попытаться сформулировать его правила, То кажется, что и формулировать то нечего. Две или более команд соревнуются в одном или более конкурсах, Темы и жанр которых могут заранее определяться организаторы. А некое жюри потом определяет, кто из них оказался им лучше. Будешь ждать мы с нетерпением все речи. Это значит юмор, Значит, юмор не опустит вак. Это значит будет, Значит, будет долгожданный вечер, Вечер, где мы снова, Где мы снова повторим и так. Главная оценка для нас это, Как отреагировал наш шуткий зал, Как ему понравился наш юмор. Конечно же, немаловажно это жюри, Как наш юмор оценил, Но если сравнивать жюри в тех местах, Где мы выступали, Это Камрад, Кишинев, Одесса и Тараклея, Везде жюри разные, Оценивают они также по-разному. Но самое главное, Это как нас оценит зал, Понравится ли ему то, что мы показываем, И как мы это делаем. Это команда КВН Тараклейской красточки. Команда была создана в феврале 2015 года На базе Дома детского творчества города Тараклея. Изначальная цель команды – Принять участие в районной игре КВН, Посоревноваться с командами лицеев района. Цель была достигнута. Более того, Команда с таким болгарским колоритным названием И своей хорошей игрой Заслуженно обратила на себя особое внимание Зрителей и жюри. Тут стало понятно, Что команде необходимо ставить Новые перспективные задачи. Мы не предполагали, Что мы так понравимся зрителю, Что у нас появится желание Идти дальше в этом направлении. Но когда мы первый раз выступали на сцене, И нас очень тепло И очень хорошо воспринял зал. Им было смешно, Им было весело. Они радовались от того, Что на сцене выступает Действительно болгарская команда. Ведь Тараклейские красточки – Это действительно команда С болгарским названием. Привет, Батеса! Короче-то, и ребят, Низ мы уже на полуфинал. Тряплась, покажем, уго! Нажели тогда резвый! Видеоролики Тараклейские красточки В соцсетях стали набирать Огромное количество просмотров. За этим последовало приглашение команды В город юмора Одессу Принять участие в Одессской лиге КВН Среди команд бессарабских болгар. Аж жму год, Жму про красточки, Банец! Ктига, ктига, ктига! Аж жму танцую, Жму дефилирую. А мяс? А мясо точно ничего так. Морозу! Удивайся у вас! Девочки, Войду! Аж вот с ней разбрах. А мне коколось всякую же тук, что ли? Оле! А по той маглета Иначе не магиста? Сиди! Ничто не казва! Конспиратор! Две игры в Одессе с сильными командами Украины и Молдовы закалили молодых КВНщиков из тараклийских красточков. Они получили новые импульсы и устремления к продвижению вперед. А покажи, я город. Новая возможность показать свое мастерство тараклийским красточкам представилась на региональной игре в Тараклии 27 марта 2016 года. Председатель жюри этой игры, президент Лиги КВН в Молдове Никита Цуркан обратил внимание на команду, на ее интересный стиль игры и пригласил молодую тараклийскую команду принять участие в Молдавской Лиге КВН в город Кишинев. Тараклийские красточки из Голдове Аплодисменты Голдове Тараклийские красточки Тараклийские красточки Тараклийские красточки Беги, беги, выходи с один, только беги, беги. Вы не умеете петь, у вас нет ни слуха, ни голоса. А ты хоть сама петь умеешь? Сама, запрос по тебе? Легко. Маэстро, музыка. Впрочем, знаете, что не важно? И мы начинаем! Трогресские тесточки. 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 Хотим отметить, что спонсор нашего выступления – НАТО. Тебе НАТО, а ты ИДИ. Трогресские тесточки. 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 Ну да, я заметил, ну, хе-хе-хе. Хай, Молдова. Эх, что ты делаешь? Да ты не обращай внимания, я здесь постою. Стоит он. Садись. Да не, я уже насиделся на него. Насиделся он. Слушай, Молдова, давай я тебе денег заплачу, ты свои виноградники расширишь. Эх, что на виноградники позарился? Я тебе Аляску отверну. Кто же они участники команды КВН Тараклийские красточки? Это обычные ребята, в основном учащиеся школ города Тараклея, которые находят время для репетиции и разработки новых идей. Для меня КВН это своего рода, так скажем, развлечение и немного разряд от серых будней, которые, так скажем, надвисают надо мной каждый день. Здесь я могу повеселиться, посмеяться, просто почувствовать легкость и удовольствие. Также это опыт, опыт на сцене, так скажем, это опыт игры с людьми. Я очень люблю КВН, люблю приходить на репетиции, так как я получаю много эмоций здесь. Мне нравятся ребята, с которыми я работаю. Благодаря КВН я сама себя реализовала, нашла что-то новое. Молодежному движению КВН уже 55 лет. Что же позволило ему остаться востребованным и в наши дни? Такое направление было выбрано первый раз в прошлом году и увенчалось вполне успешным, оказалось вполне успешным. И я считаю, что это вполне интересная задумка, очень нужная, потому что в Молдове, в частности, в нашей тераклее присутствует определенный менталитет, который нужно не высмеивать, а показать, насколько он интересен и колоритен. Рассказать, кто такие тераклейцы в других городах Молдовы и, возможно, в других точках мира. Новый век, новейшие технологии. Изменился человек, его менталитет и мировоззрение. А клубы веселых и находчивых продолжают собирать огромные залы любителей юмора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это были Торопические Баскачки! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА